DonnyCase.ru – лучший магазин игр и аккаунтов. Испытай свою удачу и выиграй CSGO или PUBG всего за 99 рублей. Или GTA 5 за 159 рублей. А также за 50 рублей ты можешь выиграть любую другую игру. Заходи и покупай. Ссылка в описании. А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативные комментарии и как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Ребята, всем привет! С вами снова Дони. И сегодня у нас новенькая серия по GTA 5 с модом на реальную жизнь. Итак, прямо сейчас мы находимся в моей хижине, которая располагается в горах, в такой вот местности. Многие меня спрашивали, Дони, где же твоя хижина? Что с ней стало? Я здесь не был уже очень давно. Но, ребята, я приехал сюда вчера вечером, чтобы отдохнуть. Отдохнуть от всей этой беготни, от этого здоровенного особняка, от этой охраны, от секьюрити, скажем так. И просто побыть самим собой. И на мое большое удивление, с моей хижиной все в порядке. Это реально странно, потому что я здесь не был уже где-то месяц. И за это время я думал, что эти бревна, ну, наверное, как-нибудь тут скосятся куда-нибудь. Но, ребята, не тут-то было. Здесь все в порядке. И это реально очень странно. Так, ну что же, мы, ребята, выходим из моего домика. Выходим на улицу. Да, сегодня я приехал на гелике. Точнее, вчера я приехал на гелике сюда. На своем просто великолепном гелике. Так, какие у нас на сегодня планы, ребята? Дело в том, что я уже неделю не могу дозвониться до Диего. Я знаю, что он, по идее, сейчас учится в колледже. И у него сейчас, по идее, сессия. Он должен сдавать экзамены. Но я, ребята, просто не могу до него даже дозвониться. Ладно, я понимаю, что у него нет времени, чтобы со мной там куда-нибудь сходить. Но просто позвонить мне там, дозвониться и так далее. Вот это реально странно. Поэтому сегодня я думаю, что я хочу прокатиться в сторону его колледжа. Возможно, получится с ним поговорить. Посмотрим. Так, ну что, короче говоря, у нас сейчас такой путь. Он очень нелегкий, очень долгий. Поэтому давайте сейчас мы доберемся до шоссе. И после этого я уже продолжу. Отлично. Вот мы добрались до асфальтной дороги. Поворачиваем направо. И, ребята, погнали в сторону Лос-Сантоса. О, вы это видели? Нифига такая авария. Два доджика просто. И что, типа все ок? Они поехали дальше? Ясно, понятно. Окей. Я не против. А меня кто-нибудь сегодня проп... Спасибо. Вы это видели? Парень меня пропустил. В него сзади вшатались. И чего? Теперь меня никто не пропустит? Вот сейчас я влез. Спасибо, спасибо, спасибо. Здесь я, в принципе, никого даже не буду спрашивать. Так, давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Давайте по пути мы заедем на заправку. Вот так вот мы поворачиваем сюда. Вот отлично. Ну-ка, Гелик, давай. Успеем? Успеем? Успели, конечно. Просто изи. Для Гелика это вообще изи. Так, 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 так. Ну, куда ты вот поворачиваешь? Вот здесь вот справа заправка. Так. Отлично. Ну, давай ты резче. Ну, давай, 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 давай. Конечно, у меня пол бака есть, но просто сегодня такой долгий путь, поэтому я думаю, что лучше заправиться. Так вот мы паркуемся. Отлично. Сейчас я быстренько, ребята, расплачусь, и после этого я уже продолжу. Так, отлично, готово, можно ехать. Сегодня, если я не ошибаюсь, Джонни записывает свой новый трек. В моей студии звукозаписи. Так, отлично, заводимся, поехали. Вроде как Джонни решил записать пять своих треков, и после этого уже выпустить свой первый альбом. Стоп, чё? Мне показалось? Что за свалка такая? Ребят, подождите. Что-то я не понял, потому что это чё за оранжевая такая интересная машинка здесь стоит? Ребята, это же Додж. Это, ребята, это Додж Вайпер? По-любосуду, да, гляньте, Вайпер написано. Стоп, что? А что это за свалка, на которой... Ребята, сейчас бы в Сэнди Шорс стоял разбитый Вайпер. Ага, понятно. Так, без колес, я понял. У нас здесь пробиты шины. Гляньте, какой он убитый вообще в хлам. Крыша мятая, задница, нет ни багажника, ни капота, дверей нет, нет покрышек. Мятый весь, ёлки-палки. Но самое главное, ребята, гляньте на этот движок. Обалдеть, какой он классный. И кажется, он, ребята, живой. А давайте постараемся его завести. Так, окей, мы садимся, мы влезем. Окей, влезли. Он завелся. Вы это слышите? Ребята, гляньте на этот салон. Я просто в шоке. Как его еще не растащили на запчасти? Тем более этот офигенный движок. Ребята, он живой. Вайпер живой. Да, конечно, он убитый, но в то же время он живой. Он завелся. Знаете что? Сейчас я звоню Джонни. Он берет эвакуатор, и мы забираем себе эту машину. Я не знаю, что мы будем с ней делать. Я вообще без понятия. Но я хочу его себе забрать. Вот это офигенный аппарат. Конечно, знаете что? Вот, блин, у вайперов... Это же вайпер, да, это вайпер. Короче говоря, у вайперов есть такой прикол, что если снять капот, то машина вообще не похожа на вайпер. То есть вообще абсолютно. Потому что у него фары встроены, получается, в капот. И я вот по фарам определил бы, какого года выпуска эта машина. А так я даже не знаю. Ну, по задним фарам я думаю, что эта машина, ну, какого-нибудь там 15-го, 16-го года. Так, ладно, сейчас я быстро звоню Джонни. Он приезжает, и мы забираем эту красавицу. А вот и мой братишка Джонни. Здорово, бро. Так, он приехал на эвакуаторе. Отлично. Так, ну что, слушай. Пошли посмотрим на эту машину, потому что я вообще в шоке. Как это могло оказаться здесь? В этой глуши? И почему ее до сих пор не забрали? Ты это видишь? Просто офигеть. Просто глянь на это. Да, наверное, с ней нужно будет сильно поработать. Но я думаю, что оно того стоит. Так, короче, братишка, ты куда побежал-то? А, я понял. Так, знаешь что? Ты, наверное, сейчас подцепляй эвакуатором эту машинку, да? А я буду ехать за тобой. Окей? Так, ну что, мы подцепили вайпер. Джонни садится за эвакуатор, а я, ребята, сажусь в гелик. И мы выезжаем. Так, Джонни уже поехал. Отлично. Вот это, ребята, мы просто офигенный аппарат поймали. Просто посмотрите на это. Жесть, там, конечно, гляньте. Там просто искры из-под этого диска. Гляньте, вон слева. Сейчас я ближе подъеду. Вон, гляньте. А, офигеть, конечно. Сейчас мы просто убьем до конца эту машину. Я так чувствую. Но, блин, просто подумайте. В Сэнди Шорс стоит эта красавица. Я вообще не понимаю, как и почему. Конечно, я пока не знаю, что с ней делать. Потому что у меня уже есть суперкар. И зачем мне еще один? Я не знаю, конечно. Но у меня есть такая идея, что, возможно, я просто подарю вайпер Диего. Ну, как, например. Опа-па, такие байкеры прям выехали. Так, мы уже съезжаем на шоссе. Отлично. Просто гляньте на эту красавицу. Как мне ее жалко. Как же мне ее жалко. Я просто... Вот мне даже хочется узнать историю этого вайпера. Как так получилось, что с ним такое произошло. Ну, после того, как у нас не стало автосалона. И к тому же у нас не стало автомастерской. Придется везти вайпер в обычную какую-нибудь мастерскую. У меня, в принципе, есть одна на памяти. Она располагается в доках Лос-Антеса. Туда, я думаю, что мы сейчас и поедем. Как же жалко эту машину. Блин, жесть, ребята. Интересно, сколько будет стоить ее отремонтировать. Вот просто интересно. Если у нее как бы двигатель в порядке. И ходовая в порядке. То, возможно, ничего там сильно дорогого и не будет. Но вот, ребята, гляньте, как мы сейчас просто стираем диск. Просто гляньте. Просто жесть. Упс, автобус. Окей. Да, я думаю, что мы так и сделаем. Эту машину мы отремонтируем. И после этого подарим ее Диего. Точняк. Просто офигенно. И как раз после сессии Диего. Мы сможем покататься втроем по шоссе. На трех офигенных тачках. Напомню, что у меня есть Пагани Хуайра. У Диего, точнее у Джонни есть Феррари 488. А у Диего, получается, будет Вайпер. Офигенный Вайпер. Так, ну мы уже приехали в Лос-Антес. Сейчас мы так двигаемся, в принципе, в потоке. Поэтому все в порядке. Интересно, вот Джонни там не раздолбал ее мордой об свой эвакуатор. Да, вроде как. Хотя, знаете, хуже не станет уже, я так думаю. В общем, ребята, я решил обогнать Джонни и быстрее него доехать до автосервиса. Чтобы договориться с мастерами. Ну, собственно, чтобы машину уже начали ремонтировать как можно скорее. Так, знаете что, давайте я думаю, что мы уже эту серию будем заканчивать. А уже в следующей серии мы начнем эту машину ремонтировать. И, возможно, даже сможем на ней прокатиться. Я очень надеюсь, что вам эта серия понравилась. И вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok